Слава Богу! Продолжаем тему о пастырском служении. И вот здесь у Ральфа, нет, это МакАртур, Ральф Нейбор, этого пастырское призвание. Но я еще не читал ее, эту книгу. Это тоже в этой библиотеке как раз вашей книга есть, тоже Ральфа Нейбор. Это рекомендованная? Да, рекомендованная здесь, да, как раз семинарии рекомендованная, поэтому, а МакАртура даже настоятельно рекомендовано. Вот, это очень правильно, потому что у меня в списке литературы и библиографии МакАртур всегда есть, разные его книги. Он очень доходчиво как учитель разъясняет многие вот эти вот моменты, допустим, догматику. Хотя, опять-таки, есть вещи, конечно, у любого учителя, с кем там, мы не обязаны во всем соглашаться, допустим, да, с учителями. И то, что я рассказываю, не факт, что это все прям буквально абсолютно истина, конечно же. Вот, я рассказываю сейчас многие вещи, которые, может, в прошлом году я бы по-другому многие вещи рассказывал даже. Вот, и здесь у МакАртура о пастырском, да, значит, пастырология. Немного, чуть-чуть полистал совсем. Вот, хорошие ссылки на Писание. Вообще, вот, вот эти пастырские послания Павловы, да, получается, пастырские послания, послания к Тимофею, оба послания, да, и к Титу. Почему их пастырскими называют? Потому что Павел, как апостол, да, он, как вот лидер, да, он писал служителям этих церквей, вот, насажденных, да, им, которые, вот, новые служители. И он писал им как раз о пастырском служении, по сути. Основная тема вообще пастырского пастырского богословия, вообще и по этой программе пастырского служения, большая часть материала как раз вот берется из этих вот посланий. Послания, оба послания к Тимофею и послания к Титу. Поэтому перечитайте еще и еще раз. Вот, короткие послания, но очень важные, очень емкие. И вот основные черты пресвитера, епископа, пресвитера, значит, там, и служителя, одним словом, 1 Тимофею, да, значит, 3 глава, первых 7 стихов. 1 Тимофея 3 глава написано, «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не коростолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, вот так вот, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащие их послушание, со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись о церкви божьей, не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую». Знаете, написано тогда, казалось бы, 2000 лет назад, и сегодня в основном как раз мы видим планка высокой, которая была поставлена неспроста, потому что действительно нарекания, большинство нареканий на церковь именно из-за недостоинства служителей, большинство нареканий. И часто это, к сожалению, это не конфессиональная проблема, это межконфессиональная проблема. Это абсолютно не деноминационная проблема. Неважно какой конфессии, какой деноминации, очень важно, потому что люди даже около церковной или там не церковной все равно смотрят на пастора. Как в народе говорят, да, «каков поп, таков приход». Вот, значит, у Даля там написано в поговорках русского народа, еще одна поговорочка есть такая, что «если поп молится сидя, прихожане молятся лежа». Я прочитал, думаю, вот это, да, интересная поговорочка, нашел Даля где-то. «Если поп молится сидя, прихожане молятся лежа». Вот, значит, и там из той же оперы, что положено попу, не положено диакону. Вот, значит, но интересно, что человек, значит, вот он смотрит все равно на попа, как бы, да, неважно это поп какой, православный или протестантский, там, или католический, или какой, баптистский, там, пятидесятнический. Вот, если он поп, ну, это от слова папоса, значит, отец, если он, значит, духовный лидер, да, пастор, священник, то, конечно, на него всегда смотрят особенно. Вот, и особенно пристально, и не только там у себя в церкви, но и около церковный народ, и не церковный народ совершенно смотрит. Вот такие вещи. И, в принципе, из, да, вот дальше, тоже цитата как раз из этих же посланий. К Титу, первая глава, с пятого по девятой стихи. Тоже как раз цитата, как раз именно вот, хорошая, очень даже. «Для того», пишет Павел здесь к Титу, первая глава, с пятого по девятой стихи. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное». Помните, критяне, да, все, вот, лжецы, вот, утробы ленивые. То есть, довольно непростая ситуация вообще, значит, была у Титы, да, значит, насадить церковь и укоренять церковь, значит, в таком, ну, когда паства такая ленивая и лживая, и вообще, ну, среди вот такого окружения, казалось бы, да, значит, но надо было вот заниматься. Церковь наслаждается везде, в любой культуре, в любом народе, в любой традиции. Господь помилуй, благостави нас. «Чтобы ты довершил недоконченное, да, и поставил по всем городам пресвитеров, как я и приказывал, если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо бископ должен быть не порочен, как Божий домостроитель, ни дерзок, ни гневлив, ни пьяница, ни бийца, ни коростолюбив, но странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать». Вот так вот. И я думаю, что большая ошибка, конечно, вот, если брать традиционное христианство, да, то вот православное, католическое, большая ошибка все-таки, что в свое время, еще в древности, значит, монашество поставили на епископские должности. Ну, конечно, исходили из таких, как бы, благих намерений, как бы, вот, я думаю, наверное, так, потому что, ну, как обычное объяснение такое, обычное объяснение, что монах, он, как бы, человек неженатый, да, он будет епископом, он будет больше времени заниматься церковью, он, как бы, да, всецело, он будет с паствой, как бы, значит, и его семья не будет отвлекать. А на самом деле умнее Слово Божьего мы не будем. Умнее, там, Бога не будет человек. Человеку кажется, допустим, Бог сказал, да, вот, шесть дней работы, седьмое отдыхай, да, значит, да, значит, проводи с Господом это время. Человеку кажется, а я буду семь дней все работать в неделю, и я больше заработаю, больше успею. А потом, значит, получается, он, значит, вроде, да, успех вроде как бы есть, да, допустим. А потом боком все это выходит, да, в куче заболеваний, значит, там, и от работы, говорит, кони дохнут даже. Да, значит, в принципе, вот, и, оказывается, умнее Бога не будешь все равно. Господь повелел не просто так, вот, ему, там, взбрело в голову, значит, вот, как бы, сделать такое нам для человеков, да, лишнее правило на правило какое-то. Нет, он создал нас, он лучше нас знает. Вот, поэтому, что есть, то есть. И, на самом деле, когда, вот, из этих мест Писания видно, что важно, очень важно в жизни, вот, пастора, да, и пийского пресвитера, эти слова, они часто взаимозаменяемы, это Писание, вообще-то, честно говоря. Ну, это, в принципе, одно и то же слово просто часто переводят, то так, то так. Вот, имеется в виду, именно, вот, служитель, пастор, очень важно в служении пасторском именно семья, именно семья, да, и это не мешает, хотя, может, кажется, кому-то и мешает, да, но на самом деле не мешает. На самом деле это, это как школа, пасторская школа для человека, любого служителя. Практическая работа. Практическая работа, да, на самом деле, да, каждодневная практическая работа, потому что, не знаю, домашняя работа вообще, ну, это... Зачетка. Да, интересно. И это как, получается, вот, в школе учится, да, допустим, он просто в школе учится, да, допустим, а домашнюю работу не делает, допустим, да, значит, ну, нужно делать и домашнюю работу. Вот, не знаю, это и, вот, как говорят, семья, тылы, допустим, да, говорят, тыл. Ага, тыл. Вот, одним фронтом идти, воевать без поддержки тылов, да, без тыла, ну, оно далеко не уйдешь все равно. Страша вас. И, вообще, армия, допустим, она идет, значит, но без, как говорится, кухни никуда. Поэтому, какая ни была бы армия там. Это, кстати, очень хорошее свидетельство было во время Второй мировой, когда Гитлер направил, оказывается, довольно большую армию, направил, значит, можно, можно, лучше, наверное, все-таки, я закручу, направил в Израиль, направил туда, туда еще не было Израиля, государства, Палестину, направил под британским, было все это правлением, территория, и хотели уничтожить евреев, в первую очередь, конечно, потому что, кто там был, значит, немецкий генерал, короче, большая армия направилась, и у британцев там, в Палестине, в этой территории, не было шансов вообще сопротивляться немцам, потому что немецкое, вот это вот подразделение, огромная армия была направлена, которая превосходила и вооружениях, да и немцы, они, честно говоря, лучше даже воевали, чем британцы. Ну, положа руку на сердце, так вот, вот, значит, и взять там даже, ну, обычно британцы брали числом, значит, количеством, вот, а здесь немецкая армия шла, хорошо вооруженная все, значит, и, а немцы, они все просчитывают по-своему, они решили очень быстрым броском, значит, в условиях, там, пустынь, в условиях, там, этих засушливых, этих мест, огромную армию перебросить к месту, где акведук, они знали, находится, и там они тут же пополняют водой запасы, значит, свои, значит, пьют воду без воды, потому что никак в пустыне, вот, и от этого акведука идут дальше, и уже все, следующий бросок. А представляете, оказывается, его величество случай произошел, значит, акведук ремонтировали, представляете, вдруг, а немецкая разведка об этом не знала, не донесли, что, оказывается, ремонт был на этом акведуке. И, больше того, значит, сразу после ремонта, значит, так, ведука запустили, ну, для проверки самого этого сооружения, все-таки старинное сооружение, запустили морскую воду, соленую воду запустили. Вот, больше того, накануне, как раз, вот, один, там, какой-то сантехник, или что, одним словом, какой-то, там, чиновник, дядька, там, не знаю, там, рабочий, должен был переключить и уже пресную воду пустить уже. А что-то так произошло, короче, до сих пор непонятно, не переключилось и не пустили, и еще целый день, еще шла морская вода это, по этому акведуку. А в это время немцы туда прибыли, огромной армией своей, значит, и налегке, без запасов питьевой воды. Танки, пушки, пулеметы, все, боеприпасы, а воды нету. Они думают, вот так, ведук, сейчас мы, и дальше, а в следующем броском уже в Палестину. И, представляете, и армия, языки по колену у всех, значит, воды нету, и они сами британцы, вот вам оружие, мы сдаемся, только напоите нас водой. Короче, огромная армия сдалась без боя, вообще, значит, британцы сами в шоке, что такое, с белым флагом немцы. Все, и они там не за пиво сосиски, а просто за воду сдались, просто дайте нам воды хотя бы, и все, значит, представляете. Вот, и, но потом писали уже, что да, значит, в этом увидели, ну, сами британцы, во-первых, увидели чудо, а евреи-то, проживавшие в Иерусалиме и в Израиле, там были евреи, ну, не так много, но были. Они в этом увидели вообще двойное чудо, потому что немцы признались, что одна из директив их них была не просто британцев разбить там и захватить Палестину, а евреев всех искоренить, то есть у них была, значит, конкретно директива по поводу евреев. То есть евреев увидели в этом двойное чудо вообще даже, что вроде его величества случай, да, воду не переключили, значит, и соленая вода. И, представьте, вот немцы приходят, воды, вода течет, черпает, она соленая, морская вода. И все, армия никуда. И вот то же самое вот служитель, да, он может вперед идти и идет налегке, а тылов нету, нет воды, нет основы, да, все, и оружие ни к чему, и все, засыхаешь. Вот, и поэтому здесь очень хорошие советы по поводу семьи, по поводу служителя семьи и, опять-таки, наставление оцеломудрие, наставление, чтобы там был небийца, некоростолюбив, но странолюбив. То есть, вот, получается, во всем этом, чтобы проставлялся Бог. Служение пастора, наверное, либо позорится имя Господне, да, очень, либо прославляется очень сильно. Ну, как в жизни любого верующего, в принципе, но в позиции пастора это наибольше всегда видно. Вот, либо хилюль, да, то есть, это, значит, позор, да, имени Божьего. Вот, есть хилюль, ях, то есть, это позорить имя Всевышнего, да, а есть халюль, халель, 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 аль, то есть, халилюях, да, есть халилюя, это буквально, значит, позориться имя Всевышнего, а есть халилюях, то есть, получается, проставляется имя Всевышнего Бога. То есть, как бы, оно там пишется-то похоже, да, и произносится очень похоже, но разница там принципиальная, вот, между халель или хилюль. То есть, это одно позор считается имени Всевышнего, другое прославление на порт имени Всевышнего. И в жизни пастора это наибольше видно вообще. Либо позор имени Всевышнего, либо слава имени Всевышнего Бога. И так во всем. Поэтому, наверное, требования, ну, как бы особенные такие требования всегда, начиная вот с тех самых апостольских времен, апостола Павла, послания, короче, Тимофею и Титу, такие пастырские, добрые наставления, вот. И они вот действительно на все времена актуальны для каждого служителя во все времена. Слава Богу! Что Дух Святой, он по-разному проявляется. В разных служениях. Я убежден, что в Церкви нет вообще неважных служений. Я убежден, что в Церкви все служения важны, все служения нужны. И Дух Святой проявляется так или иначе во всех служениях. Вот. Просто по-разному. Действия Божьего Духа различны. Но это один и тот же Дух. Один и тот же Дух Святой. Вот. И, знаете, когда просто человек вот приходит, допустим, раньше времени, да, просто полы помыть перед собранием, да, я убежден, что Дух Святой также, он также действует через вот это просто помыть полы или там стульчики расставить. Вот также Дух действует, тот же самый Дух Святой. И он также действует, как и, допустим, проповедник за кафедрой, вот, значит, проповедующий Слово Божье, да, или там, значит, музыкантом, допустим. Когда вот это есть понимание-то, я убежден, это вот момент такого духовного пробуждения сильного. Потому что, когда все тело начинает действовать, когда человек уже и в Духе Святом. Кстати, в начале этого года, в начале, ну, весной этого года, я пережил такое потрясение невероятное. Видел видение. Значит, я вообще, ну, три раза в жизни только видел видение, получается, да. Такое конкретное, четкое, ясное. Не в Духе, а физическими глазами, имею в виду, когда видишь духовную реальность. Значит, и вот третий раз это было вот в начале этого года. И я был удивлен очень сильно, конечно. Каждый раз это настолько просто шокирующе, это без предупреждения, там, внезапно появляется просто, и все. Вот, значит, ну, да, там никто же не говорит, Сережа, внимание, сейчас... Сейчас, сейчас... Да, все, спасибо. Раз вылетал под язык, значит, а, все, спасибо, спасибо. Не хано, что все время так, раз, и все. Ну, первый раз это было вообще в экстриме. Это еще в советское время еще было, это еще было в армии, в экстремальной ситуации, там, в карцере. Вот, значит, там выжить было почти невозможно уже, значит, там, как бы, на пределе был. Уже, значит, и... Я об этом свидетельствовал, нет, у вас здесь? Нет, нет. Ну, короче, это... Я не слушала. Ну, это отдельно. Я об этом рассказывал как-то в церквях тоже, и у себя в церкви я об этом рассказывал много раз. Ну, короче, это случай давнишний уже. Я был еще совсем молодой, в советской армии, в 80-е годы, значит, и так получилось, что... Ну, тогда два года служили в армии, и полтора года у меня была служба очень хорошая, вообще благословенная. Первых полтора года, вот, да. А последние полгода была просто адская служба, честно говоря, вообще так получилось наоборот как раз. Когда все расслаблялись, у меня пришлось напрягаться мне. Вот, значит, первых полтора года у меня, кстати, был ротным командиром, был человек западной Украины, кстати, он. Я сейчас понимаю, уже взрослым человеком, я понимаю, что, значит, он, видимо, был либо тайный верующий, либо, ну, очень сильно, видимо, тайный. Скорее всего, он, видимо, знал верующих людей, как бы, ну, да-да-да-да. Он, видимо, знал верующих людей, может быть, и семьи верующих, не знаю, но он, как бы, он... Он не показывал этого вида, да, значит, никакого ко мне, ни симпатий, никаких внешних, но я всегда понимал, что он на моей стороне. И все время, ну, представьте, полтора года, фактически каждую субботу вечером и воскресенье утром я был в церкви. Почти, почти каждое. То есть, или же иногда все ночное пропускал, допустим, значит, субботу вечером, но в воскресенье с утра точно я был в церкви, сто процентов. По любому, ну, как бы, поводу он всегда давал какую-то такую возможность мне, иногда легально, иногда так, полулегально, но быть в церкви. Он знал, куда я иду, всегда знал. И всегда, значит, либо даже оставался там, допустим, взводный офицер, да, значит, всегда он давал такую, как говорится, указивку, что Журавлева, не трогай, короче, он идет там, либо с поручением специально в город отправлял, знал, что я поручение выполнил буквально там полчаса и час, а остальное время до обеда я буду в церкви. И поэтому он меня отпускал. Вот, и представьте, полтора года, я, значит, полтора года своей службы, фактически каждую субботу вечер и воскресенье утром я был в церкви. Пел, читал на клиросе, вот, значит, там, значит, там, то есть у меня даже был опыт такой, практика такая была неожиданная. Вот, значит, там храм недалеко буквально от воинской части был. И вот, и, а вот, кстати, тот священник, как раз он мне и, значит, помогал-то с этими новыми заветами, я вот приносил офицерам. И вот, последних полгода, так получилось, служба началась очень тяжелая. Этого офицера нашего, его как-то сняли, мы даже не знали почему, что, его куда-то там отправили. Вот, значит, а нам нового уродного прислали. Вот, тот был совсем другой человек, вообще прямая противоположность был, вообще. Вот, тот был вот реально, вот, в духе антихриста, реально. Вот, тот был такой не просто коммунист, а такой был какой-то безбашенный вообще человек. Вот, значит, и плюс еще на меня зуб имел начальник штаба, там старый такой подполковник был, значит. Потому что я не знал почему, но после окончания службы я узнал, в чем дело. В 91-м году уже прошло время некоторое. В 91-м году уже, будучи священником, я узнал некоторую информацию, узнал о своей службе. От бывшего прапорщика этого полка, вот, значит, который был тогда уже в 91-м году, был дьяконом в Москве и в Московской области там служил. Бывший прапорщик, секретной части полка, особист. Представьте, уволился товарищ прапорщик, вот, значит, да, и, значит, с бородкой там, и в храме, дьяконом. А я в Рязани священником уже, и встречаю его, товарищ прапорщик, вот, это, да, лейтенант, так вот, старшой, у вас ус отклеился, да. Ну, да, нет, ну, нет, он вроде так серьезно взялся, вот, реально, вот, и ему очень сильно, так вот, проникся сильно очень. А, и он мне рассказал, что просто на твоем личном деле, значит, а дела всех его, ну, нас были у него в руках, на руках, вот, у этого особиста. Значит, и он говорит, что, значит, что на твоем личном деле было просто написано верующий. Еще кто, почему, я не знаю, там еще записали, почему, как, ну, записали так вот, в военкомате еще, оказывается. Хотя меня не спрашивали, я не помню, что меня спрашивают там о религии, о вере, как-то вообще даже. Ну, видимо, со слов кого-то, мир не без добрых людей. Как в семинаре говорили, стучащему отворяют. Там свои были приколы. Вот, но, там, ну, дальше было интересно, значит, там, короче, а у меня были свои уши в штабе полка. Там, там, ребята были писари, мне все рассказывали, там, короче, КГБ отдыхает, там. Вот, и они мне рассказали, ребята, что, значит, когда этот, я спросил, а почему на меня так вот, ну, так зуб-то точит, значит, ротный командир новый, когда пришел, значит, нам в роту, то прям на построение, он, значит, первое построение, он пришел только прям от входа, там, на тумбочке только, там, честь ему отдают, значит, там, вот, отнивали. А он прям кричит, Журавлев ко мне, аж все приглянулись там, ни взводных, ни сержантов, ни прапорщиков, просто солдата. Я так, ничего себе, к нему подхожу, значит, короче, значит, да, вот, он на меня посмотрел, короче, как кролик, как удав на кролика, вернее. Да, значит, как Ленин на буржуазию, вот так вот. Я понял, что моя служба какая-то будет особенная вообще, и все, и тут же, значит, на голову в вахту попал, значит, там, и пошло дело. Короче, последние полгода я больше на голову вахте провел, чем, значит, в части. Вот, и, а если в части, то ставил меня на такие места, где, ну, вот реально выжить было почти невозможно. Там пару раз вообще должен был я быть покойником, а вернулся, с полигона каждый раз живым возвращался. Там для сержантов, для прапорщиков, это было, и для взводных наших, это было свидетельство, что Бог вот реально заступался за меня. Вот, ну, там это долго можно рассказывать. Одним словом, я каждый раз возвращался живым из таких мест, где должен был быть покойником. Вот, значит, и, а его это еще больше бессилы, еще больше злило, и, попадая на гаупахту, значит, попадал там на, допустим, трое суток. И, оставаясь трое суток там, значит, добавляли еще там сутки, еще двое, еще трое, вот, и там по неделям бывало даже. Вот, значит, и последний раз, и чаще всего не в общую камеру давали, значит, и не просто в камеру, а, значит, в карцер. Это довольно жесткое место такое, значит, там, ну, просто цементный мешок каменный, будем так говорить, полумрак. Холод, там постоянный холод, значит, там такой старинная, еще дореволюционная постройка, такие, с такими толстяными стенами, там просто вот реально холодник, холодина. Нулевая температура такая, вот, даже если летом жара на улице, там вот такая вот, там ни батареи, ничего там, в других там какие-то батареи есть, а в этом даже ничего не было, ни трубы, ничего, обрезано просто все было. Вот, значит, и довольно жесткое место такое, туда попадаешь, когда, у нас была гаупахта очень жесткая такая, попадаешь, там сразу тебе почки, печень все отбивают, значит, и прям при поступлении, короче. Вот, значит, довольно жестко очень было. И плюс еще ребятам там делали аквариум, а я попал как раз в последний раз, сразу после аквариума, так называемого. У нас называлась эта процедура так вот, когда, значит, туда наливают еще 2-3 ведра воды и совок хлорки бросают, и закрывают с тобой камеру там. Ну, хлором травят, одним словом, все, там буквально какие-то минуты, там башка вот такая, значит, и быстро теряешь сознание, короче. Значит, и потом вытаскивают, значит, и снова потом. Короче, ломали, ломали, да, ломали людей очень быстро. Вот, и у нас там один узбек был, такой здоровый такой спортсмен, значит, его там сломали просто вообще. Значит, и, и, а потом одного там парня тоже повесили, списали на самоубийство, значит, просто, ну, так вот его избивали. Значит, довольно жестко было. У нас были офицеры, некоторые приезжали с Кантемировска, с Таманской дивизии, и они говорили, что наша Гаупахта жестче, чем ихняя Кантемировска, Таманская дивизия, намного жестче. Вот, значит, и, но, что интересно, одним словом, там находился последний раз в этом месте полтора месяца, безвылазно, на Гаупахте, на, в карцере, в карцере. То есть, выжить это невозможно, это, представьте, полтора месяца не есть, почти ничего, почти не пить. Там в день наливали полкружки такой жижи, такой, знаете, вот как вот, ну, в нормальных условиях нормального человека просто вырвет с этого. Но там даже это пьешь, потому что больше нечего пить вообще, хочется даже хоть что-то выпить. Вот, значит, и быть в холоде 2-4 часа в сутки, там же никакой мебели, это просто цементный мешок просто. Пару шагов сюда, там, 3-4 шага туда, значит, все, вот, как грузовой лифт большой такой, застрявший, вот, значит, цементный, и постоянный холод, и полумрак. То есть, ты уже буквально там, ну, 2-3 дня хватает тебя, а потом уже проблема начинается. Ты, значит, просто весь остываешь, ты весь промерзаешь абсолютно. Вот, только лишь кровь, когда разыграется, это когда вот только лишь приседаешь или отжимаешься чуть-чуть, чтобы кровь разыгралась. Вот, не спать полтора месяца, вот, значит, там заснешь и уже не проснешь, уже все, уже околеешь там. Вот, значит, и просто на цементе на этом. Вот, значит, тем более посадили меня сразу после этого аквариума, это вот дышать хлором, это все, там кровью харкал уже, значит, уже, потому что, ну, это, ну, жуткое место, честно говоря, было. Вот, значит, и выжить было, ну, невозможно фактически, когда месяц там я прожил уже, а там не говорили, там сутки, двое, там еще двое, еще двое, там еще трое суток, значит, и, короче, набежало уже месяц уже там пребывания. А, значит, сказали, да, этот офицер, вот этот, собственно, старший лейтенант, он был из блатных офицеров у нас. Его родной отец был командующим военным округом, генерал-полковник, он был старшим лейтенантом, мой родной этот новый, который был такой, безбашенный такой, вот, и безбожник такой был яркий, очень яркий такой, ну, даже с, ну, богохульством, то есть он такой вот, ну, время от времени он использовал такие богохульства специально даже. И, значит, но его тесть, его тесть был прокурором по Московской области старшим, значит, а, значит, а его родной отец приезжал к нам, он был командующим воинокруга, генерал-полковник, ну, правда, западной группы войск, вот, в ГДР, значит, еще, значит, тогда было. Вот, значит, и, то есть, из блатных таких офицеров он был, вот, и, ну, представьте, он старший лейтенант, значит, да, у него пентагоновская аэродром-шапка, крокодиловые сапоги, значит, бриллиантовая заколка, ну, короче, он такой вот, был весь, на построении весь полк стоит смирно, офицеры вышли вперед, он единственный стоял вольно, все стояли смирно, команда, а он вольно стоял, то есть, ну, показывал, что он, как бы, такой крутой офицер, его другие офицеры не любили, многие, конечно, даже ненавидели, так вот, тихо, но не могли ничего сделать, потому что он такой был блатной, был офицер. И, вот, значит, и начальник штаба сказал ему, писали мне, передали, что рота образцовая, которую ему дают, наша рота, но, в полку образцовая рота, но там есть одна паршивая овца, которая все стадо портит, всю отчетность ему портит, начальнику штаба и прочее. Вот, назвали меня, назвал меня по фамилии, что, поэтому он меня и вызвал посмотреть на меня в лицо. И, последний раз, когда я его видел живым, да, он умер, погиб, трагически, мое дело закрыли, должны были на полтора года в дисбат отправить меня, в Московской области дисбат, а там был его родной дядя начальником, то есть, начальником дисбата московского. Короче, откуда поняли? Вот, да, он сказал, что ногами вперед, вот, и, а наш писарь, когда наша рота застыпала в караул, наш писарь, он рассказал мне, что, значит, что, по его информации, как бы, они с дядей уже делали кому-то там дембель ногами вперед, значит, ну, кого-то там повесили и списали на самоубийство очень быстро, значит, и, ну, ты, что это, с кем ты вообще связался-то? Вот, значит, и умирать не хотелось, там дембель ногами вперед не хотелось, и, ну, знаете, вот, говорю, там, когда месяц ты уже находился, уже, уже, я терял уже времени, счет времени, еще сутки отсчитывал только тогда, когда новая рота в караул заступала, ты понимаешь уже, что новая, еще день прошел, значит, и вот новая рота в караул заступает, и к тебе заходит человек, офицер заходит, вот, значит, и, настолько обессилел, вот, холод, голод и покой, ну, три условия хорошие, хорошие для хирурга, да, как бы, они говорят, да, три важных условия, но это убивающие условия на самом деле, и вот, значит, и молиться нельзя было, запрещали, но, знаете, спустя мы как раз общались на эту тему сегодня даже, там, с братом, значит, когда проходишь некоторые обстоятельства, они кажут себя очень плохими, да, но проходит время, и ты понимаешь, что это, слава богу, что они были, слава богу, что это даже все было, потому что научился кое-чему, это была как моя молитвенная школа, вот, безмолвная молитва, школа безмолвной молитвы, потому что молиться нельзя было, значит, но это просто, даже вопишь потом, просто вопишь, но молча, просто вопишь, но не просто молишься, а уже когда вопишь уже, но ты не можешь ничего сказать, нельзя, просто ты либо в полголоса что-то скажешь, но вообще-то ты вопишь к небесам, именно реально орешь просто, но молча, вот, и, значит, и, что интересно, произошло чудо, да, на самом деле чудо, я сказал примерно так, я вспомнил слова из одного рассказа, там, святом Георгии, там, ученики, которого, там, эпизод мне вспомнился очень ярко, вдруг, Георгий, вот, победоносец, Юрий, да, вот, значит, знаменитый, там есть рассказ о его, там, страданиях за Христа, и, значит, был, там, эпизод такой, мне вдруг он вспомнился как-то, я мало читал до армии что-то из этой литературы, но, вот, этот мне момент вспомнился вдруг, и, знаете, вот, его однажды избили и бросили в каземат, и, если он до утра доживет, его должны были казнить, вот, и так получилось, что думали, до утра не доживет, вот, его так избили жестоко, что думали, до казни не дотянет, но, получилось так, когда утром каземат открыли, то, вот, эти вот охранники, легионеры эти римские, да, они увидели живого, здорового офицера, этот Георгий был офицером римских легионов, и он сказал Георгием, что, значит, что к нему явился Иисус, и его полностью исцелил его, и, вот, эти солдаты римские, они покаялись, их за это казнили в тот же день, конечно, вот, но они понимали, что их казнят за это, да, но они покаялись, они исповедовали Иисуса своим спасителем, там, Христа, Христом, вот, вот, совершенно любовь, изгоняя всякий страх, даже, вот, люди прекрасно понимали, что, какая цена будет за их вот это покаяние, да, но они, телегионеры, покаялись, увидели офицера здорового, крепкого, значит, без следов побоев, хотя с вечера он должен, он был уже, по сути, трупом уже, вот, что к нему явился Иисус, вот, и они кричали, велик бог христианский, значит, в каземате, их казнили тоже там, вот, значит, и, что интересно, это история давняя еще римских этих гонений, там, значит, но, я, вот это вдруг вспоминается мне эпизод, и я просто начинаю вопить к Богу, молча, про себя, вот, школа, молитвенная школа такая была, да, значит, начинаю вопить, и примерно так вот я сказал ему, что, Христос, ну, кому мне еще обращаться вообще, я же...